Торкс Т20 придерживаю и откручиваю вот этих три винта Вот получается сам соленоид Здесь продую, а вот тут бывает грязь А вот здесь уже нет Моя дрожжь Деньг Нарезай здесь все чисто и все замечательно поэтому здесь можно было не разбирать делал на одном тоже discovery 3 там видать от силикагеля порошок полетел и клапан весь этот был в пыли а здесь все чисто продуваю и собираю обратно не забываем здесь вот резиночка стоит чтоб ее не выдуть вот она так здесь я промыл все здесь просто продул внутри мочить не стал соленоид собираю силиконом брызну резинки брызгать не буду руки в силиконе смажу маленько здесь это же колечко уплотнительное его его не теряем вставляем и фиксируем здесь фиксатор поворачиваем бок вот он закрылся резинка у меня смазанная вставляю клапан на место эту резиночку это уже силиконом смажу вставляем ее в паз и закрываем машина не падает ничего просто хозяин сказал сделать профилактику так сейчас назад немножко кручу чтобы найти вход заход вот он щелкает также здесь на предыдущей машине делал давненько уже видео еще не снимал машина падала за ночь перебрали клапанные блоки и перебрали компрессор сначала вернее перебрали клапанные блоки машина перестала падать а потом стала ошибка другая появляться ругаться на компрессор перебрали компрессор все блок собрал иду устанавливаю трубки вернее цанги на трубках я смазал силиконом потому что там внутри резиночки крутится туговато наживлять неудобно так же в беру на на протек вот такой вот на на протек и разъемы брызну наживляю трубки трубки тябий лайк Смотрите продолжение в следующей серии. Ну все, трубки я прикрутил, одеваю разъемы и одеваю блок на место посадочный. Вот таким образом. Вот так. Закрываю крышку. Сейчас хомутиком здесь подвяжу. Что-то крышку не буду торопиться закрывать. Сначала проверю, чтобы воздух не травил нигде. Помимо этого клапанного блока я еще задний и передний блок переберу. У нас вот он стоит. Снимаю вот этот разъем. Он также на резинках сидит на кронштейне и уже откручиваю трубки. Неудобно конечно, но можно сделать. Поднимаем блок вверх. И все, вот он сошел. Нажимаю разъем, снимаю. Насколько грязи набилось между разъемом. Внутри ее нету, резинка держит, а вот здесь вот много. Заодно почистим. А вот теперь самое неудобное. Первым делом откручиваем нижнюю трубку. Ключик тоже на 12. До конца не откручиваю, чтобы давлением резьбу не рвало. Спускаю воздух. Воздух частично вышел, но не весь. Нижнюю трубку я открутил. Сейчас закрою ее, чтобы в нее грязь не попадала. Тряпочкой накину. Даже не тряпочка, а вот такой вот колпачок у меня есть. Колпачком закроем. А вот теперь выворачиваем клапан и добираемся до задней трубки. Здесь уже чуток понеудобнее. А, сзади две трубки. Немножко подсветку переставил. Нижняя трубка это передняя, верхняя трубка это задняя. Ну и добираемся, крутим. Ключик также на 12. Нижнюю трубку я открутил, а верхнюю вот удобно. Теперь я цангу держу ключиком, а блок сам кручу. Спускаю воздух. И вытаскиваю блок. Вот он блок. А вот теперь его весь мою, чищу, продуваю. После этого разбираю. И опять мою, чищу, продуваю. Чтобы вот эта основная грязь внутрь не попадала. Здесь три соленоида. Здесь по-моему соленоида. Да, три соленоида здесь. Два клапана, три соленоида. Помыл. Снаружи продул. И теперь раскручиваем четыре вот этих винта. Все. Процесс тот же самый. Здесь просто продуваю. А вот эти клапаны все перебираю. Так, вот этот, по-моему, он несъемный здесь стоит. Так, вот этот ouvert шесть. ну особой грязи нет нот разводы вокруг колечка видно сейчас пальцем протру их не будет вот они убрались пыль присутствует но сильной грязи нету продувая здесь продулся здесь снял посмотрел резинку силиконом смазал собираю обратно клапан надевая вот это кольцо тоже смажу надевая это колечко силиконом его смажу здесь колечко тоже силиконом резиночку смажу внутри пружинка стоит защелкиваю сюда а здесь под этот клапан не поставил резиночку вот это колечко тоже смажу ну и последний клапан здесь вот видно грязь вот она белая это как раз от силикогеля пойду продуваю так все продул так же смазал резинку силиконом и закрываю крышечкой крышечкой крышечка тоже чистая и поворачиваем колечко смазываю вставляю его на место вставляю клапан смазываю силиконовой наружной продуваю соленоид и собираю закручиваю 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 КОНЕЦ Все, клапанный блок перебрал. Сейчас нано-протеком брызну. Прикручиваю трубки. И ставлю на место. Смазал я трубочки силиконом, чтобы крутились цанги на трубочках. Нано-протеком смажу здесь разъем. И теперь закручиваю. Верхняя это у нас задняя, нижняя у нас передняя. Первую закручиваю верхнюю. Все, одну трубку затянул, вторую наживил. Очень неудобно, но когда помучишься, получается. Надо аккуратно, чтобы не обломить их. Теперь снимаю колпачок. И закручиваю нижнюю. Так, наживил. И так же затягиваю. Одеваю клапанный блок на место. И одеваю на место разъем. Все, защелкнулся. Спереди стоит точно такой же клапанный блок. Он стоит с правой стороны под передним локером. Как снять его, я покажу. А уже перебирать точно так же, как задний. Идем вперед. Передний клапанный блок у нас находится на усилителе под локером. Сейчас снимаю клипсы. Снизу вот здесь саморез. Откручиваю. И отодвину локер. Надо будет вот этот расширитель отщелкнуть немножко. Чтоб локер отошел. И увидим уже клапанный блок. Целиком снимать локер не буду. Поддеваю клипсы. Дальше пошел. Дальше пошел. Мы снимать не будем. Потому что клапанный блок стоит вот он. Откручиваем. Также три трубки. Одну снизу и две сзади. Снимаем разъем. И клапанный блок поднимаем вверх. Также перебираю его. Устанавливаю на место. А после этого уже заведу. Проверю. Как работает. И мыльным раствором пробрызгиваю эти места. Проверить на утечку воздуха. Все. Поставил я на место блок. Также разъем брызнул нано протеком. Сейчас опускаю автомобиль. Ставлю клемму аккумулятора. Завожу. Компрессор у нас когда накачает. Мыльным раствором. Проверю все соединения, которые я откручивал. Чтобы не травило воздуха. Ставлю клемму. И запускаю двигатель. Проверю. Проверю. Воздуха накачает компрессор. И будем мазать мыльным раствором. Поставил колеса, опустил автомобиль, обучил подвеску, вверх-вниз выставил средний режим. Опять же поднял автомобиль и снял колеса, которые нам переднее правое, заднее левое. Теперь насыщенным мыльным раствором мажу вот эти места соединения и смотрим, чтобы у нас не пенилось. Сзади посмотреть можно с помощью зеркала. Все хорошо, у нас на переднем пузыре нету. Теперь сдуваем. Все, спереди можно закрывать локер. Точно таким же образом пеной проверяю на компрессоре и проверяю на заднем клапанном блоке. Компрессор накачал ресивер, успокоился, отключался несколько раз, потому что он нагрелся, датчик перегрева его отключал. И вот сейчас уже прошло минут, наверное, 10-15, он уже не запускается. Я попробовал подвеску вверх поднять, опять он начал работать. Поэтому все хорошо. Клапанные блоки я перебрал, дальше собираю. И на этом все. Всего вам доброго.